Субтитры создавал DimaTorzok И если вот прочитаем, мы, как мы уже говорили, находимся на 40-м году, то есть у нас уже мы напрямую идем в сторону Эрот-Исраэль. В Эрот-Исраэль есть те народы, которые очень не рады, мягко говоря, тому, что мы туда идем. По дороге, чтобы войти в Эрот-Исраэль, были народы, которые тоже стали воевать с нами уже в прошлой недельной главе. Мы с Божьей помощью разгромили двух великих народов, это народы Сихон и Ог. И когда Балак увидел это, царь Муавский, он страшно испугался и сказал, если таким образом, каким-то необыкновенным образом, евреи победили, И мы понимаем, что на 40-й год мы уже победили, это не были какие-то явные чудеса, что Всевышний там, а мы нашей силой, нашей стратегией, нашей мудростью и так далее победили естественным образом. Так он говорит, что мы естественным образом не можем воевать против этого народа, потому что даже когда они воюют естественным образом, они сильнее нас, мощнее нас, мы не сможем их победить, и нам надо искать другие какие-то способы, чтобы победить этот народ. В то время жил такой известный человек, очень духовный человек, человек, который умел и знал в какой момент, когда можно произносить какие-то слова, и эти слова влияли. А эти слова влияли и на удачу кого-то, и, не дай бог, наоборот, на какое-то проклятие. Он, у него были вот эти свойства, и мы знаем, что эти свойства существуют, да, и проклятие, и силы сглаза, который мы потом посмотрим, как он хотел это все сделать, и Балак обращается к этому Беляаму, его зовут Беляам, чтобы он срочно присоединился и помог ему выйти с этого страшного положения, когда евреи просто идут, и вариантов нету, это спасет меня, спасет весь Ближний Восток и вообще спасет все человечество. Это просто надо избавиться от этого страшного народа, который мешает всем. И они приходят к нему, посланники вот этого царя Балака приходят к Беляаму, и говорят ему, вот, надо вот сделать что-то, надо проклять этот народ. Проклять тоже надо понимать, что значит проклятие, понимаете, мы же современные люди, да, мы же понимаем, что вся сила, она божественная, и, кстати, сам же Беляам этого понимает. Смотрите, что он отвечает, он им отвечает, давайте вы переночуйте здесь, То есть он приходит и говорит, давайте переночуйте, я тоже ночью буду общаться с Богом, то, что Бог мне скажет, то я и буду и делать. То есть здесь у нас тоже написано, что даже Беляам, он понимает свои силы, знает, конечно, но он понимает, если Всевышний не захочет, так не будут никакие, в общем, проклятия. И действительно Всевышний приходит к нему во сне, Он говорит, кто тебе пришел? Он отвечает, Вот Беляам послал мне, вот выходит народ из Египта, и вот он такой проблематичный, и он просит меня проклять его. Он напрямую, Беляам, он не шутит с Богом, он не пытается рассказать ему какие-то там майсы, он напрямую говорит, они просят меня, чтобы я проклял этот народ, этот народ, это очень опасный народ, это еврейский народ, надо что-то с ним делать. Что ему отвечает Всевышний? Всевышний ему говорит, «Ты не должен идти с Нили, не проклинать их, поскольку он благословен». Беляам тоже пытается сказать, «Ну хорошо, я, может быть, пойду и благословлю их, Всевышний говорит, тебе не нужны твои благословения тоже, он благословен и без тебя тоже». Все. Так он, на первый взгляд, кажется, вот этот Беляам, он такой послушный, что он делает? Он встает утром, Беляам встает утром, и говорит вот этим министрам, посланникам вот этого Беляка, вот этого царя Беляка, «Лехуэль арцехэм, ким мээ нашэм ле титил а лох им махэм». В общем, идите в свою страну, мне Бог не разрешает идти с вами. Ну, на первый взгляд, кажется, все замечательно. И они с пустыми руками, можно сказать, не договорились, чтобы он пошел, помог им, возвращаются к Беляку, и говорят ему, что вот Беляк, он ни в коем, ни в какую не хочет идти с нами. Потом написано, что Беляк думал, что, может быть, я недостаточно уважил его, и недостаточно послал ему уважаемых, в общем, министров, а такого, знаете, не самых таких важных. И поэтому после этого написано, «Ве Йосеф от Балах шалох сарим рабин в нихбадиме». Он посылает сарим, он посылает посланников нихбадим, более уважаемых. И они приходят к Беляму и говорят, слушай, пожалуйста, не отказывайтесь идти с нами, я вот тебе дам все, что тебе нужно, я тебе дам почтение, ты обязан проклять этот народ. То есть дамим больше этого. И смотрите, что Белям отвечает. «В Ян Белям в Йомиран Авдей Балак». Он говорит, слушай, он говорит вот этим посланникам Балака, он говорит, «Ими телли Балак, даже если мне Балак даст полное дом с золотой и серебра, я не смогу делать то, что что-то против всевышнего, ни маленькое, ни большое». То есть Белям говорит, что все зависит от всевышнего. Но здесь он им говорит, ну знаете, давайте переночуйте еще один день и посмотрим, что Всевышний мне сказал. Интересно очень, второй раз уже Всевышний, когда приходит к нему ночью, говорит ему, если пришли звать тебя люди, иди с ними. Но то, что я тебе буду говорить, это ты будешь говорить. То есть не то, что они просят, то, что я. То есть у нас выходит, что как будто бы здесь что-то меняется. Во-первых, Всевышний первый раз ему сказал, не иди с ними, четко им сказал, он благословенный. А вдруг второй раз говорит, иди с ними. Что произошло на второй раз? Почему здесь Всевышний говорит ему идти? И это первый вопрос, который мы должны с вами обсудить. И он с большой радостью встает, вот Всевышний ему разрешил идти. И потом там происходит история, что ослица его, да, ослица его. Во-первых, написано, ваихар афашем ки олег у. То есть Всевышний разгневался на него, то, что он идет. Я не понял. Только что Всевышний сказал ему, иди, если они тебя зовут. Так что ты злишься, Всевышний? Это первый вопрос. Потом написано, что вот этот Атон, да, его ослица, которая была, там перед ней стоял ангел, и, в общем, и не давал идти. Почему не дает идти? Ты же тоже сказал, что можно идти. И так далее. И потом здесь написано, что ангел, в общем, открыл рот этой ослицы. Ослица начала говорить. И он говорит, в конечном итоге, если Всевышний, ты не хочешь, чтобы я шел, я вернусь. Всевышний говорит, нет, 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 иди. Но то, что я тебе скажу, то, что ты будешь и говорить. Это приблизительно то, что здесь написано. Это то, что вот и так далее. И, в общем, они идут проклинать. Здесь мы должны перед этим, может быть, предисловия, понять, о чем идет речь. Перед тем, как мы начнем изучать. Мы должны понимать, есть такое понимание на иврите, в пути, который человек хочет идти, Бог ему помогает идти туда. Значит, ты хочешь. Хотеть и не хотеть, это наша свобода выбора. Мы выбираем, что хотеть. И когда мы выбрали, что хотеть, Всевышний помогает нам реализовать это желание, даже если это желание против воли Творца. Так это работает этот мир. Вы можете представить себе Всевышний, который дает нам силы, дает нам жизнь, каждое мгновение, он дает, если мы желаем что-то делать против него, так это мы делаем от каких сил, откуда нам берется силы, чтобы реализовать то, что Всевышний, то, что мы хотим делать. Всевышний дает нам на это силы. До такой степени у нас свобода выбора велика. Но Всевышний в начале пытается нас каким-то образом отговорить от этого желания. Но в этом есть тоже границы. Поэтому, когда впервые они пришли, пришли вот эти министры Балака, чтобы проклять еврейский народ, Всевышний ему говорит, слушай, родной мой, даже у тебя есть желание, мы знаем, ты какой злодей, как ты ненавидишь евреев и так далее, у тебя, я прошу тебя, не иди туда, не стоит этого делать. Ну, он Всевышний сказал, не стоит. Так он ему это говорит, я не пойду туда. Но когда второй раз приходят, и он опять спрашивает, слушай, что ты не понял первый раз? Ты не понял, что Всевышний считает этот народ благословенный? Он говорит баруху, благословенный этот народ. Так что ты, дурачка, себя делаешь? Ты такой великий, мудрый человек. Ты еще раз спрашиваешь, может быть, Всевышний что-то передумал? Понимаете, это здесь у нас написано, вот этот корень того, то, что Всевышний те наши желания иногда дает нам возможность, чтобы мы как-то потеряли это желание. У Беляама есть желание проклять нас. Всевышний говорит, не иди туда. Но когда второй раз он спрашивает, Всевышний говорит, ну иди, иди, если вот, иди. Но все, что я тебе скажу, это то, что будешь говорить. Вообще желательно было, чтобы вообще бы не шел туда. Но все, что я скажу. И действительно, когда будрецы говорят, что Акадошбаруху Хафах это Клалашелло Лебраха. Всевышний перевернул его проклятие и в итоге он сказал великие благословения на еврейский народ. Представляете, как это произошло? То есть, он, конечно, был великим злодеем. Он был великим, в общем, тот, который ненавидит еврейский народ и желает зла еврейскому народу больше, чем Балак. Они все ненавидели. Но когда Всевышний он, в общем, регулировал, можно сказать, его языком, вот у него хотелось сказать проклятие, Всевышний как будто взял, схватил его язык и вместо этого он говорил про благословение. Но обратите внимание, это вообще это очень интересно, что выходит, что ну вот тот вопрос, который мы задали в начале урока, а какая мне разница, зачем Всевышнему надо было превращать его проклятие на благословение? Пусть проклинает сколько он хочет. Все равно от Всевышнего это все. Все равно тот, который исполняет все эти благословения или не дай Бог проклятие. Это Всевышний? Так пусть говорит сколько хочет. Если нам это не полагается, а нам это не полагается потому что Всевышний нас любит. Нет, как написано, написано, что Всевышний нас любит и поэтому он превращает эти проклятия на благословение. Так, во-первых, здесь у нас написано очень интересно, что проклятия имеют силу. их надо перевернуть, чтобы они не имели вот эту силу. И поэтому Всевышний переворачивает это раз. И действительно мы видим, как трижды он пытается нас проклять, у него не получается. И в конечном итоге то, что происходит, если вы откроете книгу 24 глава, там после того, как у него не получается, он идет иным способом. Каким способом он идет сейчас? Написано так. Ваиса билам эт эйнав. Ваиса билам эт эйнав. То есть билам как-то восподнимает свои глаза и увидел еврейский народ шохэн лишватав. Еврейский народ шохэн живет лишватав, живет по своим коленам, по своим шеветам. Ва тэйи алав руах элюхим и было на нем дух божий. То говорит Раши он не смог нас проклять, потому что все его проклятия превратились в благословение. Сейчас он идет иным способом. Каким способом? Сглазить. Сглазить. Так говорит Дам Раши. Пикеш лях низ баэм ай раа. Хотел лях низ баэм дурной глаз. То есть хочет сглазить нас. Кстати Махараль пишет сглаз, дурной глаз, который хочет сглазить кого-то. Это как огонь. То есть выходит очень интересно. Есть артиллерия проклятий, которая приходит. И эта артиллерия проклятий у нас было железный купол, который схватил это все и всевышний превратил это наоборот в благословение. Это артиллерия атак. И вторая артиллерия, которая у нас написана, так пишет Раши, и поднял свои глаза хотел чтобы у них было айнара. Чтобы у них было айнара. Чтобы у них было вот это сглазить. Ужас. Но почему он не смог сглазить? Он увидел красоту еврейского народа. Да. Раа пидхэгэммиху ваним зэки нэгэцэ. Он увидел гэн. В общем, таким образом шатры у них построены и вход в эти шатры они не напротив друг друга. То есть почему? Какая разница? Вход пусть будет. Нет, потому что когда ты открываешь шатюр и он открывает, так это будет видно, что у вас происходит в шатрах. Мы не хотим подглядывать, мы не хотим видеть то, что происходит у каждого. Это скромность. Не хотим, и у него не получилось сглазить нас. И он наоборот говорит мактову алейха яков какие замечательные шатры и так далее и так прочее. Давайте сейчас посмотрим мы с Божьей помощью с вами что это такое проклятие. Понятно, когда человек слышит от кого-то проклятие, его душа бушует, его душа неспокойная. это неспокойная. Но давайте мы сегодня я хочу с вами поговорить что такое сглаз. Имеет ли это какую-то силу сглазить кого-то? И вот нас хотели сглазить. Или нет? Или это просто какое-то чувство и так далее? Я с вами хочу получить гомору, которая Равкук ее объясняет очень интересно. Говорит нам гомора следующая. Сейчас. Написано так. Гайман человек, который приходит в какой-то город. Человек приходит в какой-то город, я знаю, новый человек, и он боится, чтобы его не сглазили. Что надо делать? Что надо делать этому человеку? Приходит там гомора, говорит, что ты возьми свой большой палец. Да? Линкит закфа де яда де ямине. Вообще возьми большой палец своего правой руки, и чтобы схватила вся рука вот этот большой палец. И то же самое левый палец большой, пусть правая рука схватит. Что нибудь вот такое, вот так. Вот так надо все это сделать и сказать я Анна Плони Бар Планита, меня зовут Мойши Бедвойре, например, я от колена Йосефа пришел, который у нас в общем дурной глаз не влияет на нас. Бен Пурат Йосеф Бен Пурат Аллей Айн. Мы знаем, что когда наш отец Яков благословил Йосефа, он его благословил, что ты, Йосеф, над глазом. Интересно. То есть здесь мы находим источник в самой Торе, который говорит, что существует сглаз, но Яков благословил ты над глазом. Окей? И это то, что написано. И потом здесь написано тоже про рыбы и так далее. Кстати, я хочу вам сказать, у нас есть Аллаха, Аллаха, которая связана с Габаим. Кто ходит в синагогу, Габай, который вызывает к Торе людей, вызывает Торек евреев, мы знаем, понедельник, четверг, особенно по шаббатам, по праздникам, нельзя вызывать, например, двух братьев один за другим. Например, если один брат поднялся на третью алью, третью алью, нельзя вызывать его брата на четвертого. Когда я говорю, брат это родной брат, да, почему? Чтобы не сглазили. А если они придут и скажут, нам это неинтересно, все нормально, нас не сглазят, мы не боимся сглаза, нельзя, пишет Мишнабрура. То есть существует такое понимание сглаза. И вот здесь гамаранам тоже приходит и говорит, что человек, который заходит в какой-то город и его первый раз увидят, тоже есть проблема с глазом, поэтому, пожалуйста, не заходите, если ты боишься, возьми, вот таким образом ты спасешься от глазов. Кстати, тоже, когда я посылай своих сыновей, десять своих сыновей в Египет, чтобы найти еду, он говорит, вы все такие красивые, вы все такие сильные, не заходите с одних ворот в Египет, да, это когда Йосе был продан, там и так далее, помните ту историю, он говорит, вы должны зайти с десяти разных ворот, почему, чтобы вас не сглазили, вы такие красавцы все, да, то есть мы видим в источниках, что существует такое понятие сглазить, но мы давайте сейчас все-таки поймем, как вот Арав Кук приходит и говорит нам, как это работает, и, конечно, как вот Биляам, он хотел это сделать, но у него не получилось, почему у него не получилось, сейчас давайте посмотрим, что он пишет Арав Кук, говорит Арав Кук, Во-первых, Айн Раа, дурной глаз, он влияет, вообще наши души, мы влияем друг на друга, наши разговоры, наше поведение, в общем, как наше тело общается и реагирует на какие-то вещи, то есть существует влияние друг на друга, да, нефашот поалот зоальзе, говорит Арав Кук, да, в общем, души, они поалот, они действуют друг на друга, но, когда души действуют друг на друга, омнам лоттиф альки им аль едей халишут анефеш амитпаэлет, вэть тохэ на халишут ба аль едей ма шелот им цайта карат эрех ацма караум очень важно, смотрите, когда существует, это даже, вот, знаете, это не нужно быть каким-то там умным психологом или что-нибудь такое, когда человек не уверен в себе, он, не хватает у него уверенности, он не верит в себя, он не верит в ту идею, которую он хочет ее реализовать, у него это такое, знаете, такое прям, такое плавающее, это не что, что устойчивое, так приходит кто-то ему что-то скажет или посмотрит не так, это влияет на него, поскольку у тебя внутри не существует вот этой уверенности, так с другого мира, даже с глаза, он тебе ничего не скажет, это влияет, так мир построен, то есть то, что существует с глаз, это одна из сил, которые Всевышний дал в этом мире, когда я бью кого-то, это же сила, когда я говорю, это сила, глаз, это тоже сила, но этот глаз может влиять только у человека халюш, слабого человека, который он в общем все сомневается во всех своих там каких-то решениях, во всех каких-то и так далее, он, у него постоянно сомнения и не может он этого реализовать, это то, что то, что говорит нам араб Кук, ты не находишь кто-то такой, обратите внимание, что очень часто мы можем делать, принимать какие-то решения, не потому, что мы так думаем, а потому, что скажут, так есть две проблемы, во-первых, ты слабый, и ты все свои решения пытаешься каким-то образом принимать, не потому, что так надо, а потому, что что скажут, вот это что скажут, это самая большая проблема, да, и поскольку ты так и так являешься тем, который внешний мир влияет на тебя, и ты живешь с этим внешним винем и принимаешь решения, поэтому глаз работает на тебя, понимаете, внефиш халуша козот, говорит араб кук, вот это нефиш халуша, вот это слабая душа, ша ашпаа хитсонит поэлет алея, вот это влияние внешки, оно действует на нее, льет меракезет экдарка бахаим, и она меракезет, она, в общем, концентрирует все свои поведения, свои действия, своей жизни, да, рекламы сегодня, наши рекламы, о, ты еще это не купил, а вот уже сотни тысяч этого купили, ой-ой-ой-ой-ой-ой, уже сотни тысяч купили, то есть я не хочу этого купить, ну, слушай, сотни тысяч же это купили уже, значит, внешний мир влияет, а где же твое я? Человек, когда верит в себя, я говорил несколько раз, что Рэбби Микотск, великий Рэбби Микотск сказал, должны быть у человека две веры, веры в Бога и вера в самого себя, да, ты веришь в самого себя, то же самое я могу добавить вера в наш народ великий, мы верим в наш народ, да, когда у тебя получается отчаяние от твоего народа, это самая большая проблема, тем более, когда еврейский народ находится в нашем положении, и кажется, там не совсем то, не совсем там соблюдают, не совсем, мы верим, что мы сыновья Авраам Ицхака Якова, мы верим в наши святые души, мы верим в нашу сгула Исраили, мы верим в того, что земля Исраиля только наша, у нас нет никаких сомнений, так внешний мир никак не может на нас повлиять, вся цара, вся цура, вся беда, это когда мы хорошими, мы слабые, мы это, так все есть тот внешний мир нанас может повлиять. Это что говорит Рав Кук, конечно, Это основные вещи. Конечно, у человека есть метод, есть качества человеческие, но его ле маасиот гуфаньот. То есть маасиот гуфаньот. Есть действие, которое мы делаем, это действие маасиот. Маасиот – это реальное действие, которое мы делаем, связанное с нашими реальными действиями, физическими действиями. Мы, в конце концов, хомер. Мы, в конце концов, материальный мир. Нам требуются какие-то действия. Но есть сихлиот. Есть маасиот сихлиот. Есть что-то более высокое. Это сихлиот. Это что-то в нашем сознании. Это что-то в нашем разуме. То наше сознание дает нам, драхим, дает нам правильно взвесить, мыслить, посмотреть на опыт жизни, посмотреть на то, что нам, в общем, говорит наша традиция и так далее. Это приводит к действиям после того, как я мыслю. Две вещи. Они, в принципе, соединяют человека. Это то действие, которое ты делаешь реально. Но человек, иногда бывает здесь противоречия между этим, потому что то, что мы не всегда, все, что мы мыслим, и то, что мы думаем, что надо этого делать, мы это делаем. Например, у нас есть другие какие-то силы, которые тянут нас вниз и говорят, что, слушай, этого не делай, это не выгодно, зачем тебе это, и так далее. И так далее. И так далее. И так далее. То есть, должно быть соединение. Соединение между надо и между тем, что я реально делаю. Невозможно, чтобы был разрыв между ними, потому что человек может думать одно, не дай бог делать другое. Он делает что-то не потому, что он так думает, а потому что, ну, так все делают. Потому что так делают, потому что так это, это то, что он приходит. Когда вот это все соединяется, он находит гармонию в своей жизни. Он находит смысл своей жизни. Он – это я. Это я. Это я по-настоящему. Это не тот я, который поддается под другими влияниями. Это настоящее я. И поэтому говорит нам Махарал. Махарал приходит и говорит удивительно, да, что паулат яд ямин. Когда мы говорим, 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 правая рука – это паулат яд ямин. Она действует на действие сихлиот, которое мы более понимаем. Смоль – она менее, это более хомрит, она более материальная, поэтому именно на левую руку мы одеваем тфилим, чтобы вот эта материальная, она более возвысилась, да, на нашу слабую руку. И палец большой, он помогает всей руке. Без большого пальца все руки, да. И поэтому мы схватаем это вот так все вместе, да, держим вот так и держим вот так, говорим, что у нас это все вместе. Это не просто какая-то такая, знаете, какой-то талисман такой. Это и есть, существует вот это соединение. И когда, обратите внимание, кого он благословляет, Йосеф, какой у него был соблазн, какой у него страшный соблазн был с этой женщиной, которая его хотела соблазнить и так далее, где он находился, в каком мире он находился. Все так ведут себя, но он сказал, я, он вспомнил своего папу, он увидел своего папу, я это что-то другое, я это совсем не связано с этим, я это я и внешний мир, соблазны, которые приходят с внешнего мира, не повлияют на меня. Я потомок Йосефа, когда мы говорим, заходим, когда мы боимся вот этот сглаз. Бель-Ам, мы находились там на сороковом году, когда еврейский народ верил в себя, и Бель-Ам был шокирован. Я не могу сглазить этот народ, невозможно, он видит в нем вот это все я, все предназначение, к чему предназначен наш народ, как я его могу сглазить. Сейчас я хочу в конце, еще две минуты, дать, может быть, несколько, несколько таких, три главных, в общем, есть много еще главных, в общем, способов, как сберечь себя, семью с этого сглаза. Первое, то, что мы говорили, то, что сказал Раф Кук, верить в самого себя. И это, может быть, от этого выходит, я не верю в сглаза. Ты веришь в себя, в свои силы, какой глаз? Верь в свой талант. Не веди себя, как тебе влияют другие, там пытаются что-то сказать тебе, пытаются как-то повлиять на тебя, пытаются каким-то образом сбить тебя с той пути, к которым ты идешь к ней правильно, это первое. Второе, когда человек понимает, почему его хотят сглазить, потому что он там богатый, потому что он купил машину, потому что он там, я не знаю, там еще что-то, чего. Есть люди, которые завидуют. Я, когда я приобрел это все, я не забываю, кто мне это дал. Если человек думает, какой я молодец, я там заработал, я там и так далее, привел к этому, его могут сглазить. А когда человек в себе работает над собой и говорит Всевышнему спасибо, только о тебя, если бы не ты, я бы вообще ничего не смогла. Он полностью передает вот это имущество, которое он заработал, или жена, или дети, или все, что у него есть. Это твое и только благодаря тебе. Ну, пусть тот, который сглазит Бога тогда, пусть сглазит Бога, понятно, что это нереально. Это второй момент. И третий момент, который очень важен. Жить в жизни нашей добрым глазом. Это евреи. Он видит, что евреи, смотря друг на друга, они видят доброту. Они видят, не ищут изъяны. Когда мы смотрим на реальность, когда мы смотрим на человека, когда мы смотрим на жену, на детей, мы смотрим и хотим, и ищем, и сделаем. Все добрым глазом мы видим добротой. Поэтому, когда злой глаз пытается эти стрелы направить на нас, наша доброта, которая выходит от нас, любому человеку, она моментально, как железный купол, глушит тот злой глаз, который напоминается на нас. И это Бель-Ам увидел и не смог никак проклять еврейский народ артиллерией проклятия, которое работает, но которое это проклятие хотело сделать нас такими калим и не мог никак не сглазить. Спасибо. Если вопросы, пожалуйста. Да, пожалуйста, уважаемая присутствующая, есть вопросы? Скажите, пожалуйста, вот я ни из какого колена, да, и ни гер, и еще пока что ни на хит, и когда вот есть метод такой, что взяться за пальцы нужно и сказать, я из такого колена, пусть меня не коснется сглаз никакой. А как другим людям быть? Пользоваться этими тремя последними советами? Я вам дал рекомендации. Понял, понял. Спасибо. Есть еще и... Давид, благодарю вас за этот железный купол, который вы нам всем дали. В виде последних трех советов. Шалом. Всем всего доброго. Всем счастливо. До свидания. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...